Привет, друзья! Двое в комнате, я и папа. Точнее, не в комнате, а на папиной кухне. И по вашим значительным просьбам сейчас будет знаменитый рецепт папиного сала. Ну как знаменитый? Знаменитый у нас в семье. Ничего тут такого уж прям хитрого нет. Просто мы это сало очень любим. Наши друзья тоже любят. Поэтому я папе мешать не буду. Предоставлю слово ему. Он тут будет царствовать. А я буду снимать там, делать крупные планы, мелкие планы. Ну, в общем, всякую грязную работу. Том, подожди, не уходи. Что такое? Подожди, не уходи. Я еще сегодня должен вам сказать, что в прошлый раз мой сын очень беспокоился по поводу звука. Но я думаю, что зря он забыл, что его папа был одним из трех человек, которые организовали факультет звукоежиссуры в Гнесинке. И это было параллельно с запуском всех спутников и всем остальным. Ну, конечно, я же не читал звукоежиссуры. Я, конечно, написал курс по рекламной физике и математике для звукоежиссёров. Такого курса вообще у нас в Советском Союзе тогда не читалось нигде. Вот. И дальше я хотел уже делать модель, которая бы, значит, в автомате оставляла, в зависимости от акустических характеристик зала, микрофоны. И в зависимости от того, каков состав оркестра. Поэтому, когда он в прошлый раз боялся, что микрофон будет очень шуметь, когда мы там подключили его к той баночке, вот к той вазочке, я-то знал, что всё будет хорошо. Ну, слушай, я уже стараюсь применять разные чудеса техники, потому что я в большом долгу перед своим зрителем, потому что они мне уже прощают такие косяки. Так, а ты, скажи, пожалуйста, а ты физику преподавал в Гнесинском институте или в Гнесинском училище? Оно где распугал? В Гнесинском институте. Там дело в том, что у меня всегда было много друзей музыкантов. Причём музыкантов с мировым именем. У меня дружил очень с оркестром, с квартетом имени Бородина. И больше всего с Ростиславом Дубинским. Это первая скрипка квартета имени Бородина. А ещё там был Слава Александров, прекрасный музыкант. Ну, они все преподавали в консерватории, он был профессором. А потом у него что-то с рокой стало. И он стал ректором Гнесинки. И вот тогда-то и возникла идея. Мой друг, ещё другой, был главным звукорежиссёром ГДРЗ и художественным руководителем ГДРЗ. И приглашал меня на многие записи, когда я с ним сидел рядом в операторской, и записывались прекрасные музыканты. Вот. И тогда Слава Александров придумал, что вот давайте мы сделаем в Гнесинском институте на теоретическом факультете отделение звукорежиссёров. Естественно, никаких курсов нигде не было. И я тогда просто написал курсы физики, прикладной и математики для звукорежиссёров. Имея в виду акустику помещений, звучание всяких элементов в музыкальных инструментах, частоты какие бывают. И мне это помогало ещё и потому, что я умел свои компьютеры заставлять петь песни всякие. И всех этих моих генералов на командном пункте потрясло, когда они приехали, и перед тем, как мы там начали реальную работу по запуску спутников, машины спели гимн Советского Союза. Ничего себе. Слушай, а скажи, пожалуйста, это какие машины-то были? Это вот шкафы вот эти огромные? Это огромные шкафы. У нас три машины, которые в резерве работали. Они занимали площадь метров 300 квадратных. Это в каком году было? Ну, в каком. Начиная с 67-го и кончая до 90-х. Они же работали. И вот вы там привыкли к своим флешкам. А у нас магнитный барабан при каждой машине стоял. Он весил 700 килограмм. И у него память была, даже в абразии невозможно сколько, 44 килобайта. Килобайта? Килобайта. И вот в эти 44 килобайта надо было воткнуть такую математику, которая была и у американцев на огромных машинах. Поэтому наши все алгоритмы были много мудрее, чем у них. Там можно было бы просто решать, используя быстродействие, перебором метода и чего угодно. А у нас надо было все это сделать так, чтобы оно все через форму ушло. И поэтому вот все эти вот вещи, они, конечно, и легли в основу того, что у нас вот сегодня мы можем делать вот это вот, показывать, как делается это сало. Потому что, во-первых, это командировки. Во-вторых, это друзья, которые всегда были музыканты или врачи. Я один там был технальт, который вообще вытворял там неизвестно что в космосе. И они очень любили, и все были водочники. Все. Мы не пили ничего, кроме водки. Конечно, под водку, если я делал это, это было очень хорошо. И соленая оборота. И потом к Салу, еще меня приобщил. Мой первый учитель, замечательный человек. Это был маленький человечек. Ходил он как пингвин. У него всегда рукава были длиннее рук. Он был доктор технических наук и был одним из первых лауреатов Ленинской премии. Потому что он, именно он, сделал систему управления для Ка-5. Это ракета воздух-воздух, которую создали с американской Сайдвиндера. Так, слушай, давай только уточним, что это был не твой первый учитель в школе, который тебя научил пить водку. А первый учитель уже на фирме, где ты работал. Это уже в командировке. Это тот человек, который как бы и стал моим учителем в том смысле, что... Ну, я закончил мои, это технарии, это всякие там системы управления, там всякие супраматы. Что значит, что еще? А я пришел в лабораторию теоретического отдела, огромного его, где были в основном люди из физтеха или из МИХМАТа университета. Ну, и у нас фирма огромная, при ней была аспирантура. Я понимал, что я с моим багажом физики и математики, конечно, там не очень горжусь. Я пришел к нему, я говорю, Илья Григорьевич, скажите, пожалуйста, а что вот они вот все вот такие вот, все это знают, все умеют. А я вот, видите, у меня физика, математика такая. Он говорит, да ничего особенного, полтора метра. Я говорю, что полтора метра? А вот книжечки в стопку сложите, чтобы было полтора метра. Вот их прочтите, и все будет хорошо. Так это что запомнишь? Я говорю, а списочек не могли бы написать? Да, пожалуйста. Он мне написал список. Я за полтора года прочел эти книжки и поступил в аспирантуру. А ты название этих книжек можешь как-то вспомнить какие-нибудь? Ну, первые, первые, это Кола и Ютенбога, динамика ракет. Это еще не наши, это голландские какой-то там. Подожди, а в Голландии тоже изучали про ракеты? То есть не только Салковскими, еще были ученые? Я тебе даже больше скажу, что даже кроме Ломоносова были ученые, нам в школе объясняли, что все законы физики открыл Ломоносов. И даже закон сохранения, который нам говорили таким, мог бы произносить такому, где чего будет, того в другом месте и пребудет столько же. Хороший закон. Но когда я это все выучил, я понял, что я стал на три головы выше всех остальных, потому что я еще и был инженером, потому что я еще и понимал, что от чего зависит. И в конце концов я придумал такой метод точностной энергетической завязки больших систем. Мало кто у нас понимал, что это такое, а когда это, ну, бытность моя работы с французами, я им произнес, но сначала переводчица там как-то не очень смогла перевести. Потом мы долго-долго там на полуанглийском, полу каком-то там разбирались, а потом, когда они поняли, мне какой-то французский генерал сказал, господи, говорит, мы даже вообразить не могли, что так можно думать. А все что, Сауна? Так подожди, ты тогда людям-то объяснишь, что это такое за твоя вот эта теория или что ты там говорил? А-а-а. Ну, просто не все знают, но может кто-то не знает, так не объясни, а я пока поршу закрою. Нет, никто не знает. С улицы машины перевод. Так дело-то вот в чем, что когда ты делаешь большую систему, то в зависимости от того, какими точностными характеристиками обладают элементы системы, ну, вот тот, который сегодня там стыковался, Федор, там и так далее, в зависимости от этого и надо разный расход энергетики, топлива для корректировки вот этих вот ошибок. Связанных с точностью... На орбите они имеют в виду корректировки? Да, ну, все космические системы, они обитальны. Ну, и больше того, в конце концов, точность интересует, конечно, не того, что делается на орбите, потому что это космонавты там летают на орбите, а все остальные системы, они сделаны для того, чтобы делать что-то на Земле, наблюдать какие-то объекты и как-то воздействовать на то, что тут есть. Вот. Или взаимодействовать с кем-то в космосе. В этом случае точность не только элементов самого космического корабля, но и точность измерений, точность его локатора, точность его лазера, точность его той измерительной информации, которая приходит Земле, а сегодня уже и точность, ну, GPS, БЛОНАСС и так далее. Нет, ты, конечно, прекрасный человек, и тебя очень интересно слушать. Да ладно. Давай уже про сало расскажем, а потом вернемся. Я расскажу про сало, потому что сало связаны не только вот эти всякие командировочные вещи, но и то, чем жила техническая и вообще творческая интеллигенция тех лет. Конечно, мы все читали Самиздат, и, конечно, мы читали и Шаламова, и Солженицына, и, конечно, мы там понимали, что в ГУЛАГе люди умирали от того, что выяснилось, что они во многом умирают из-за того, что у них нет жиров. И очень убывала рабочая сила, это было очень нерационально для вот этих властей, и поэтому стали выдавать или по 20 грамм масла, там какая-то болезнь, пелага или еще что-то возникало, или вот сало вот это. И вот когда я прочел это все, я проникся уважением к этому сало и нашел способы его приготовления, а их масса, их можно и горячим, и холодным, каким угодно способом делать. И потом это очень много помогало нам в жизни делать наши космические системы, и жить, и переживать, и так далее. Ну да, спектр надо было чем-то закусывать. Да, да, и это было очень эффективно. Все мои рецепты, о которых я говорил, или буду говорить, если вы захотите, чтобы дальше это было, они все немыслимо просты. И тут вспоминается только, я вспоминаю только моего любимого Бориса Пастернака. И эти стихи, это был цикл волны, написанный в 1931 году во время его немыслимой любви. Там одно из стихотворений заканчивалось так. Нельзя в конце не впасть, как въялись, в неслыханную простоту. И вот поэтому вся эта простота во всем, она вот и проявляется здесь. Рецепты все предельно простые. Все очень быстро и хорошо. Ну, чеснок я почистил, чтобы уж тут вам не заморачиваться. Вот видите, у вас сколько там, большая головка. Вон, возьми с подоконника, покажи головку. Не головка, что ли? Ну, слушай, я даже не представляю, что с него столько, как в долях получится. Вот килограмм полтора вот здесь. Так. Ну, может, килограмм семьсот. Ага. Это соль. Теперь из оборудования. Вот вы посмотрите вот на эту штуку. Посмотрите на эту железяку. Вы думаете, она что? Просто так? Это железяка от первой, от одной из первой транзисторной машины БЭСМ. Как вы думаете, что это такое? В нее загружались огромные колоды перфокат. Для того, чтобы они не коробились, когда они лежали на нашей ферме, изготовили вот такие вот тяжелые стальные штуки. Сантиметр толщиной? Ровные, да. Ну, вот же. Ровно по размеру перфокаты. Перфокаты клались в такую коробочку, и сверху на них клалась вот эта самая штука. Вот. И они всегда вылезали ровненькие и хорошие. Вот. Поэтому вот эта у меня на память одна осталась от тех времен. Компьютерная деталь. Вы не думайте, это у вас там все эти микрочипы. А у нас вот. Так. Теперь у нас есть вот такая вот эмалированная штучка. Количество соли я не объявляю, потому что соли можете сыпать сколько угодно. Сало возьмет только столько соли, сколько ему нужно. Все. А давайте-ка мы сначала порежем чеснок, чтобы он у нас был заготовлен. Надо его порезать этими мелкими полосочками такими, ну, чтобы его как бы побольше было. Чеснок надо покупать на рынке, а не в магазине, потому что он там точно, он такой свежий, он розовенький и он очень сочный. Ну, чеснока много, ладно, хватит. В конце, после того, как вы просолите это все, там внизу образуется такая жидкость в конце, вы должны будете это вытащить, промыть под струей холодной воды, а чтобы смыть всю лишнюю соль, все эти чесночины, чтобы ничего этого не было. Вот. И потом обсушить полотенцами бумажными и завернуть плотно в пленку пищевую. Понятно. И потом уже обмазивать. Все. Дальше вот что делаю. Вот у меня готово это самое мясо, вот у меня готово чеснок, вот у меня соль. Я стараюсь, чтобы соль была везде, я ее не экономлю. Слушай, а скажи просто, она йодированная, не йодированная, там, а? Нет. Поваренная соль, пищевая, помол номер один, каменная, первый соль. Все. Горд. Нет, просто некоторые соления, да, требуют, чтобы ни в коем случае не была йодированная. Нет, она не йодированная, но сам это оставит, и этой солью я солю все. Хорошо. И огурцы, и капусту, потом, когда будет наяга, я вам покажу капусту. Вот, вот я насыпал солью вниз, но чтобы эта шкурка легла не на... Так, давай, мы сушим, а может, в кадре не маять, что-то, давай. Вот это? Соль мне дай, чтобы в кадре не маять. А что я тебе дам-то? Чтобы не мешалось. Она мне нужна. Так, теперь нагни миску, чтобы мы видели, сколько ты туда... А, она просыпает. Нет, нет, ну, нагни сюда. Подожди. Сейчас, просто отсвечиваю. Так, сейчас. Ну да, я думаю, видимо... Нет, чуть еще на меня нагни. Еще. Ну, больно, донышко где-то на, там, 3-5 миллиметров. Да. Хорошо. Так. Теперь мне надо отсыпать, надо. Ну, прости. Ладно, нормально. Теперь я беру вот этот вот поменьше кусочек, я его даже не разрезаю. Ага. Я его так вот макаю с одной стороны. О, ты смотри, Лан. Смотрю, смотри. Макаю с другой стороны. С этих сторон макаю. Ну, это еще немножко, это не все. То есть, просто чуть-чуть его вот так вот макаешь, да? Макаю, да. Потом я его с тех сторон, которые больше не будут никак касаться, я кладу вот этот чеснок. Вот видите, я его насыпаю сюда. Не будут касаться чего? Другой, другой части свинины. Ага. Вот, я сюда его приклеиваю, так. Ну, и наверх, конечно. Вот. Теперь я еще добавляю соль вот здесь, с краешком. И сбоку, везде насыпаю. Надо было в какой-нибудь чашечку, а не из этой. Так, прижимаю, как следует эту вещь. И берем второй кусок. Но второй кусок, он оказался немножко шире, поэтому ему следует его немножечко вот здесь разрезать. Вот я его заезжу здесь пополам вдоль. Не все. А здесь две маленькие косточки, они только до этих сторон. Их можно вырезать, можно не вырезать, не важно. Можно потом. И тогда внутрь сюда тоже надо положить чеснок. И тоже насыпать соль. Так, муха. Придите, вот, поснимать. Это моя муха. У меня тут это. У кого собака, у кого кошка, у меня муха живет. Как зовут? Муха. Она со мной даже в Испанию летала. Да ладно? Да. Миша свидетель. Она в чемодан залезла. Наверное, она была кем-то в прошлой жизни, но не очень хорошо ее вела в себя, и поэтому теперь в этой жизни муха. Но с тобой. Ну, со мной-то что ей плохо-то? С тобой вообще всем припрос. Ну, я ее не прогоняю ни от чего. Всякой еды даю. Так, и это тоже все. Я думаю, сейчас среди зрительниц наверняка есть немало женщин, которые хотят заменить тебе эту муху. Они тоже будут жужжать, заботиться о тебе, крылышками махать. Да они еще не знают. У меня уже полный дом такой музыки обалденный. Ладно, потом покажем твои пластины. Задержи. Они еще не знают, что много лет моим самым близким другом был известнейший композитор, замечательный Исаак Коисович Шварц, у которого я гостил каждый год по неделю, по две. И эти две недели уходили на то, что мы с ним круглые сутки гуляли, разговаривали и так далее. Всем было интересно. Вот вы даже не знаете, что даже перед тем, как у меня там были приключения с сердечными, это я не про женщин. И когда в кардиоцентре решалась моя операция, то ко мне в палату пришел Чазов. А его попросил мой генеральный. Они там по академии наук как-то знались. И он сказал, что я там вообще делаю и почему мне надо все это сделать. Какой у тебя был инфаркт, извини? Пятый, наверное. Ничего себе. Ты расскажи, что у тебя происходит. То есть ты набил полностью миску, все просолил и все завалил чесноком, да? Да. Шикардос. Все. И я со всех сторон, значит, и слева, и справа, и с краешку. Везде соль. И чеснок. Вот. Все. Ну, тут осталось, как раз надо будет. Подожди, а там было сколько? Пол пачки или целые? Это не важно. Сыпьте соль сколько хотите. Это ты уже говорил. У тебя в данной ситуации сколько? Да, было пол пачки, но там осталось грамм 100. Понятно. Ну, точно. Столб. Так, вот теперь сейчас пойдет и вычислительная техника в дело. Да ладно. Так, раньше ты завернул свою эту железку, которую клали на перфокарты, на сало. Чистый пакетик. Это гнёт, значит? Это гнёт. Ага. Ну, без гнёту куда же мы? Без гнёту никуда. Кирпич же можно положить, еще что-нибудь положить? Да, заверни в чем-то чистый. Ну, то есть не обязательно искать эту жильяку от перфокарта, правильно? Нет, конечно. Нужно две банки воды поставить просто. Да, да. Вот. И теперь это должно постоять просто в комнате. А крышка ничего же не закрывает? Да, завтра. Да нет, она же не прилегает. А, хорошо. Она висит. Вот. Это чтобы пыль не летела. Нет, а она не должна закрывать пол? Нет, она вообще не должна. А, она вообще не нужна, я понял. Она не нужна. Ну, я просто мог приклеить салфеткой, а можно этой, потому что тут сантиметр новая щель. День должна стоять просто в комнатной температуре. Вот какая есть, такая и есть. Так, ну, градусу 25 положено. Да. А потом ее на три дня надо поставить в холодильник. Ага. И все, через четыре дня это можно есть? Через четыре дня надо это достать. Помыть. Подставили холодной воды. Вот прям все смыть, да? Все смыть с ним. Обсушить полотенцем и завернуть в пленку для пищевую пленку. Нет, я все-таки предпочитаю фольгу. Но тут мы с тобой можем расходиться в своем мнении. А уж тем более наши зрители могут сами решить, как им лучше. А пленка, ну, или ее в пакеты сделать, вот ты тут рекламировал, этот, как его, в вакууме, вне, в пакеты. А, да, да. Не рекламировал, я просто нашел классный прибор и предложил друзьям. Можно в вакуум и тоже в магазинку. Так же, конечно. Так, все, значит, это мы стоим, оно стоять. Да, все. Прекрасно. Теперь можешь расследовать про Чазово. А про Чазово? Там была такая история. А, значит, когда ему позвонил мой генеральный, тоже академик, и сказал, что я у них там в кардиоцентре с очередным инфарктом, то они там поняли, что, в общем, со мной надо что-то делать, что, значит, все артерии забиты. А Чазово тогда был министром здравоохранения и директором кардиоцентра. И я смотрю, там через 40 часа какой-то шмон у нас по этому, по отделению. Все врачи забегали, всех больных распихали по палатам и уложили их в постели. Ну, эти все сердечники, они же не гнойные больные, они гуляют. А потом, значит, открывается дверь, ко мне входит. Я тогда, ну, просто я видел где-то на фотографии, я понял, что это вот сейчас. И еще какие-то врачи. А он всем сказал, вы подождите, мы поговорим. Ну, вышел ко мне человек, я им предложил кресло, он все. Он говорит, вы знаете, говорит, я уже ознакомился со всеми вашими делами. Тут меня уже даже не интересует. Я понял, что вы хорошо сохранились для операции, поэтому мы будем делать шунтирование. А вот меня интересует, и час он меня спрашивал про космос, потому что мой академик рассказал, что я там утворил. И мы с ним так здорово побеседовали, и так приятно пообщались. И это было одно из первых, а потом он еще раз ко мне приходил, но не важно. Но не важно, но во всяком случае он решил операцию. И это вот меня спасло. Вы думаете, вот кто-то пишет, вот ручки у него там, глазки. Никто не верит, что все 80 лет, да, я понимаю. А они мне, когда все это сделали, они сказали, минус 15. И действительно, после этой операции с меня кожа сходила чулком. Знаете, как у этих змей, которые меняют шкуру. В смысле минус 15? Минус 15 килограмм? Да, минус 15 лет. Минус 15 лет. А что он их кожа ставил, как это? Облизался, что ли? Нет, просто катышками. Ничего себе. Но самое интересное, что это имело и последствия такого государственного масштаба. Потом, когда мой сын сказал кому-то из тоже корреспондентов, которые были... Да нет, слушай, это уже со мной была эта история. Да. Это я уже могу рассказать. Да, это уже ты. Ну вот давай тогда расскажи, что эту историю надо завяжать. Иди сюда. Хорошо. Я подвинусь. Сейчас. Да. Ну, все-таки, я думаю, что тебя людям слушать гораздо интереснее. Но раз уж ты вспомнил, расскажу. После того, как папу прооперировала прекрасная бригада замечательного доктора Акчурина, которому мы до сих пор невероятно благодарны... А давай-ка я еще одну штучку скажу. Скажи. Он мне потом сказал, что они мне не просто поставили два шунта, которые ставятся обычно, они мне еще к сердцу подключили каких-то два грудных шунта. В общем, какая-то была уникальная операция сделана. Ну, может быть, поэтому ты так хорошо ссорировался. Не знаю. Фу-фу-фу-фу, конечно. Но только я помню, когда я потом лежал, сколько-то, на второй или третий день, зашел ко мне мой лечащий врач, уже заведующее отделение, и говорит, ну как вы, я говорю, болит, шов. Говорит, что болит? А он говорит, больше не больной. Ну так вот, после того, как папу замечательно прооперировали, ну после операции они просят, чтобы кто-то из родных лег в палату, потому что надо выхаживать человека, потому что операция серьезная, там надо выстукивать, это из легки. В общем, после того, как нас с папой обоих выписали из этого кардиоцентра, я опять вышел на работу. Работал я в тот момент замерщиком окон в одной из первых компаний, которая ставила пластиковые окна. И так как мы были одной из первых компаний, то заказчики у нас были самые крутые, иностранцы были там, прорабы и кто угодно. У меня был прекрасный приятель турок по имени Хюсну, с которым мы ездили на заказы и для правительства, и для чиновников, в общем, много для кого. И привозит меня Хюсну на улицу Грановского. И там располагался главный врач, какой-то Миронов был при Ельцине. И вот, короче, его это, где он там типа сидит, его это значит ветвость. И там надо было поменять окна. Ну, как бы ремонт с окна же начинается, да? И то есть, ну, как бы еще самого ремонта нет, люди работают. Мне просто надо было замерить все эти рамы, откосы, все вот это. Вот, я начинаю мерить. Там сидит секретарь этого врача Миронова и отвечает на вопросы, значит. И постоянно вопросы там, ну, потому что у Ельцина тогда тоже случились проблемы с сердцем, вот, и он все не решался на операцию. Вот, и вот там полчаса, пока я мерил, она отвечала, нет, 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 извините, Борис Николаевич еще не согласился, вот пока ответа нет. Ну, видимо, пресса звонила, там ее тормошило и так далее. Ну, вот, а я как человек простой, ну, что замерщик, я же строитель, кто это там. Вот, я когда был перерыв между звонками, я так спрашиваю, извините, пожалуйста, вот вы по поводу, значит, операции на сердце? Он говорит, да, а что? Я говорю, да вот у меня отца только что прооперирует, где? Я говорю, ну, как, где? Вот, в кардиоцентре, как, на Рублевке, да? Ну, да. Ну, вот в этом, Чажевском. Ну, я говорю, да, очень интересно, а какая бригада, кто, что? Я говорю, вот, доктор Акчурин оперировал. Она говорит, да, очень интересно, большое вам спасибо, да. Вот, ну, что ты сам себе записал? Ну, я об этом, естественно, забыл, потому что мы поговорили с секретаршей, да? И через три дня во всех новостях Борис Николаевич согласился на операцию. Ну, я не знаю, может, совпало, может, нет. Но только оперировала та же самая бригада в той же самой больнице. Ну, а, к сожалению, Борис Николаевич, я так понимаю, не соблюдал, в общем, предписание врачей. Вот, а вот когда вы спрашиваете, да, почему папа так хорошо выглядит? Вот, папа как раз начал все соблюдать. Вот, и вел очень здорового образа жизни. Не то, что он там спортом занимался, да, еще чем. Ни в коем случае. Да, ну, а нет, он и выпить мог себе позволить, да, но умеренно, да? Да. Вот можешь что-нибудь давай по поводу вот секретов долголетия. Вот что ты делал или что ты не делал? Нет, ну, мне, знаете, когда меня выписали, мне сказали, что дали мне листочек, я вам когда-нибудь могу показать, там диета великого врача Дебейки, который приезжал и на операцию Ельцина сюда. Да, значит, ну вот, там, значит, нельзя ничего там молочного, сыру нельзя, водки нельзя, мясо нельзя. Подожди, а это долго, это после инфаркта нельзя или вообще нельзя? После этой операции вообще нельзя. И там я несколько лет, раз, год к ним приезжал, они меня что-то там обследовали, и, значит, все время нельзя. И однажды, когда я увидел, что там человек, а сначала делает анализ крови, то надо на голодный желудок приехать. И после этого я смотрю, там какой-то больной ест бутерброд с сыром. Я врачу говорю, так вот, вы мне не разрешаете, а ему можно? Она говорит, так это же соевый сыр. Понимаете? И я попробовал всю эту соевую гадость. Извините. Ну ладно, есть хорошее чувство. Ну да, даже бифштексы есть соевый, да. Ну, я как-то, у меня душа этого не принимала. И я подумал, что лучше я буду есть вот это и заедать это таблетками от холестерина. Извини, пожалуйста, а через сколько лет ты начал уже что-то есть нормальное? Через, сейчас скажу, через два года. То есть через два года ты начал нормально питаться, начался позволять водочку, когда я ездил к Петровичу, то есть уже я жил нормально, да? Конечно. Просто люди уверены, что ты соблюдал какую-то диету всю жизнь, да? Нет, я через два года уже поехал. И там я не делал вид, что я там чего-то не могу есть. Что я какой-то такой гость, который надо носиться как список на это. Я делал как все, и ел все, и пил как все. Но умеренно, без соматизма. Ну, конечно, там никто не напивался. У нас вообще в нашей команде никогда не принято напиваться, никогда. Вот, теперь я понимаю, почему я тоже призываю вас точно тому же, да? Соблюдайте во всем умеренность, да? В еде, в выпивке и так далее. То есть получайте удовольствие, да? Но не доводите это уже до состояния, когда вам от этого удовольствия уже плохо. Спасибо тебе большое. Значит, мы, по-моему, сняли с тобой самый длинный рецепт засолки сала, из которого сам рецепт занимает, по-моему, минут 5 или 10. Так вот он, вот он. Да, 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 вот он. И вроде видно в камере, да? Потому что это надо, чтобы я встал. Не надо, я покажу. Вот, вот, молодец, хорошо. Вот, очень благодарен вам за все предыдущие оценки, за все, что вы доброго написали в мой адрес. И я буквально потрясен, я понятия не имел, что вообще я чего-нибудь такое из себя представляю. Ну, друзья, еще один маленький нюанс или фрагмент к тому салу, которое мы заквашивали вчера. Вот мы его вчера заквасили, она у нас день простояла просто, ну, на столе. Смотрите, что получилось. Я вот его открываю. Вот так вот. Вот у нас замечательная железяка, которая лежит. Раньше она торчала сверху, а сейчас она, видите, она туда уже утонула. Вот мы ее снимаем. Вот она. Вот, смотрите, что получилось. Взгляните теперь как следует. Вот, смотрите, я наклоняю, и вы видите, там и осол. Да, запах вообще божественный. И запах божественный. Вот эти наши две, два кусочка грудинки, вот оно в чесноке и соли, больше ничего там нет. И вот теперь это надо поставить на три дня в холодильник. После этого, я просто еще раз напоминаю, через три дня это надо вытащить. Каждый кусок помыть в проточной воде, обсушить полотенцем как следует и плотно завернуть в пищевую пленку. Так, чтобы когда этот кусочек вы положили в морозилку, чтобы он не высыхал. То есть это практически герметично получается в той пленке. Вот, и вы получите это сало. И в нужный момент, когда вам нужно, вы за два-три часа достаете из морозилки, оставляете в холодильнике. Через два-три часа оно будет прекрасно резаться, будет холодненькое, и можете это употреблять с пивом, с чем угодно. Ну и в общем, это всегда вкусно. Спасибо. Спасибо.